Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Слово Святаго Яна Затолостова о девстве. Продолжение. А для чего он здесь упоминает о самом себе в словах? Желаю, чтобы все люди были, как и я. Если бы этого не было прибавлено, то он избежал бы речь о самом себе. Для чего же он присовокупил, как и я? Не для того, чтобы превозносить самого себя. Он хотя превзошел других апостолов в трудах проповеди, но считал себя недостойным даже апостольского наименования. Я наименьший из апостолов, говорит он. И как будто сказал что-нибудь превышающего достоинства, тотчас поправляется и прибавляет. И недостоин называться апостолом. 1 Коринфянам 15, 9. Зачем же здесь, при увещании, он выставляет себя? Не просто и не напрасно. Но он знал, что ученики тогда особенно одушевляются ревностью и добру, когда имеют примеры учителей. Как тот, кто любомудрствует только на словах без дел, не приносит великой пользы слушателю, так напротив тот, кто может предложить совет, наперед исполненный им самим, этим больше всего увлекает слушателя. Притом он представляет себя чистым и из зависти и от гордости. Ибо желает, чтобы такая превосходная доброветель была общего учеников, не домогаясь иметь что-нибудь больше их, но во всем уравнивая их самим собой. Могу привести и третью причину. Какую же? Пребывание в детстве казалось трудным и неудобным для многих. Посему, желая представить его весьма легким, апостол выставляет на вид успевшего в этом, чтобы они не считали его очень тягостным. Но, взирая на путеводителей, сами смело вступали на тот же путь. То же делает он и в другом месте. Беседуя с галатами, стараясь освободить их от страха перед законом, под влиянием которого они привязывались к древнему обычаю и соблюдали многое, относящееся к нему, он говорит, «Будьте как я, потому что и я как вы». Галатам 4.12 Это изречение означает следующее. «Вы не можете, — говорит он, — сказать мне, ты потому безопасно любомудрствуешь с нами о всем этом, что ныне обратился из язычников и не знаешь страха происходящего от преступления закона? Нет, — говорит он, — я, подобно вам, находился некогда в этом рабстве, был под велениями закона, хранил и соблюдал заповеди, но когда явилась благодать, то я всецело перешел от закона к ней. И нет преступления в том, что мы перешли к мужу другому, — Иереметрия 1. Посему никто не может сказать, что я делаю одно, советую другое, или что я, заботясь о собственной безопасности, вверг вас в опасность. Если бы это дело было опасно, то я не передал бы самого себя и не пренебрег бы собственным спасением. Таким образом, как здесь, поставив себя пример, он освободил Галатов от страха, так и там, выставляя себя на вид, он устраняет беспокойство коринфян. Но каждый, говорит он, имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе. В 1-й Канихинам 7.7 Смотри, как отличительный признак его апостольского смиренно-мудрения нигде не скрывается, но повсюду ясно выражается. Свою заслугу он называет дарованием Божиим, и на что он употребил много трудов, кто всецело приписывает Господу. И что удивительного, если он так поступает, говоря о воздержании, когда он таким же образом осуждает и о проповеди, для которой понес бесчисленные труды, беспрестанные скорби, невыразимые бедствия, ежедневные смерти. Что же говорит он об этом? Я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. 1-й Канихинам 15.10 Не говори, что одно принадлежит ему, а другое Богу. Но все приписывает Богу. 2-й Канихинам 15.10 Признательному рабу свойственно не считать ничего собственным, но все господским, ничего не усвоять себе, но все господину. То же он делает и в другом месте, сказав, «По данной нам благодати имеем различные дарования». Римлянам 12.6 Далее он исчислил начальственные должности, милостыни и подаяния, бывшие между римлянами. А что все это за слуги, а не дарования, это ясно для всякого. Я сказал об этом для того, чтобы ты услышал слова его. Каждый имеет свое дарование, не пал духом и не сказал самому себе. Девство не зависит от моего усердия. Павел назвал его дарованием. Он говорит это по смирению, а не потому, чтобы хотел поставить воздержание в числе дарований. Таким образом, он не противоречит ни самому себе, ни Христу. Не противоречит Христу, который сказал. Есть копцы, которые сделали сами себя с копцами для Царства Небесного. Матфея 19.12 И присовокупил. Кто может вместить, да вместит. Не противоречит и самому себе, так как он осуждает тех, которые, избрав вдовство, не хотели устоять в своем намерении. Иначе, если это дар, для чего он угрожает давидцам в словах? Подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру. 1 Тимофея 5.12 Христос никогда не осуждал на наказание тех, которые не имеют дарований, но всегда те, которые не оказывают праведной жизни. Для Него особенно желательны отличная жизнь и безукоризненные дела. А разделение дарований зависит не от воли получающего, но от воли дел дающего. Посему Христос нигде не восхваляет творящих чудеса и учеников, восхищавшихся этим, отклоняет от такой радости. Не радуйтесь, говорит он, что духи вам повинуются. Лука 10.20 А везде им ублажаются милостивые, смиренные, кроткие, чистые сердцем, миротворцы, совершающие все это и тому подобное. И сам Павел, перечисляя свои заслуги, упомянул между ними и о воздержании, сказав. В великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в деньях, в постах, в чистоте, в благоразумении, в великодушии, в благости, в духе святом, не в лицомерной любви. Он присовокупил в чистоте. 2 Коринфянам 6.4.6 Он не поступил так, если бы эта чистота была дарованием. И почему он упрекает тех, которые не имеют ее, называя их невоздержанными? Почему, по словам его, невдарующий поступает лучше? 1 Коринфянам 7.38 Почему блажение вдова, если останется так? 1 Коринфянам 7.40 Потому что, как я выше сказал, ублажаются не за чудеса, а за дела, равно как и наказываются. И почему он неоднократно повторяет увещание к одному и тому же, если это дело не зависит от нас, а после благодати Божией не требует нашего усердия. Сказав, желаю, чтобы все люди были, как и я, то есть в воздержании. Он говорит еще безбрачным же и вдовом, говорю, хорошо им оставаться, как я. 1 Коринфянам 7.7-8 Опять приводит пример самого себя по той же причине, чтобы, имея пример вблизи и у себя, комитфяне скорее решились на подвиги девства. И что он и выше при словах. Желаю, чтобы все люди были, как и я, и здесь. Хорошо им оставаться, как и я. Нигде не приводит причины. Не удивляйся этому. Он поступает так не по тщеславию, но считает достаточную причину свое мнение, оправданное им на деле. Продолжение следует.